Пустины плача в Иерусалиме сегодня было не протолкнуться. Гаудейской святыне прибыла делегация из США во главе с вице-президентом Майком Пенсом. Хотя, как подчеркнул пресс-секретарь Пенса, визит американского вице-президента к стене плача носит исключительно частный характер, так же, как это было в мае, когда там первым из действующих американских лидеров побывал Дональд Трамп. Для 45-й администрации США Израиль стоит на особом месте, это постоянно подчеркивает в Вашингтоне. При этом Белый дом всегда напоминает, что Соединенные Штаты выступают за мирные палестино-израильские переговоры и поддерживают принцип двух государств для двух народов. Об итогах визита вице-президента США в еврейское государство наш коллега, шеф-бюро РТВА на Ближнем Востоке Евгений Сава. В Израиле начали подводить итоги визита вице-президента США Майка Пенса еще в первый день его поездки, когда он встретился с Бениамином Нетанягу, хотя второй день его был не менее насыщенным. Утром он встретился с президентом Рувеном Ривленом, затем отправился к стене плача, и вот это вызвало резкое недовольство палестинцев. Надо сказать, что вчера недовольство палестинцев вызвали заявление Пенса по поводу Иерусалима в качестве столицы еврейского государства, хотя он не называл западный или восточный Иерусалим, что дало повод говорить о том, что, возможно, палестинцы просто должны вслушаться в слова Пенса. Но сегодня палестинцы вновь протестовали против визита, протестовали против его желания и решения посетить стену плача. Надо сказать, что этот визит к стене плача Пенса рассматривал исключительно как частный визит. Его не сопровождали израильские политики, а только главный раввин стены плача Шмоль Рабинович. Кроме этого, конечно же, много говорится здесь о попытке возобновить мирные переговоры, и возобновить процесс между Израилем и палестинцами. И вот что по этому поводу вчера заявил премьер-министр Бенемин Танягу после встречи с вице-президентом Майком Пенсом. Вместе с вице-президентом мы обсудили перспективы продвижения мира. Чем больше стран региона понимают, что Израиль не враг, а большой союзник и партнер в их стремлении к лучшему будущему, тем больше шансов на широкий мир. Израиль с нетерпением ждет начала работы с посланниками президента Трампа в целях содействия миру со всеми нашими соседями, включая палестинцев. Чем раньше палестинцы признают правду о тысячелетней связи между еврейским народом, этой страной и этим городом, тем скорее мы сможем начать переговоры и найти исторический компромисс, который создаст лучшее будущее для обоих народов. В окружении израильского премьер-министра подчеркивают, что готовы сесть за стол переговоров. Нетаньягу это говорит в открытых беседах, Нетаньягу об этом говорил и в закрытых беседах, на многочисленных брифингах, которые он проводит во время своих поездок за границу. Дело не в Израиле, по крайней мере, это со слов источника в окружении Нетаньягу. Вся причина в палестинцах. Палестинцы сегодня не хотят садиться за стол переговоров, они хотят договориться заранее, перед тем, как начнутся, собственно, сами переговоры. И вот это Пенс пытался изменить своим визитом. Пенс встречался в Египте, встречался с королем Иордании Абдалой II. Вторым, есть ощущение, что Соединенные Штаты в ближайшее время выдвинут свою инициативу, и палестинцы просто окажутся перед фактом. Последний шанс, как многие здесь говорят в Иерусалиме, это чтобы палестинцы поняли, что Америка довольно серьезно относится к попыткам возобновить диалог, и что сегодня они должны прислушиваться к тому, что говорит Пенс, соответственно, Дональд Трамп, и не продолжать играть в эту линию, линию отказа от необходимости сесть за стол переговоров. Ну, кроме иранской темы, тема переговоров, это будет главной темой в ближайшие дни. Спецпосланники Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Джейсон Гринблотт, и Джаред Кушнер по-прежнему будут продолжать приезжать сюда. Возможно, в ближайшее время мы услышим о новой инициативе, региональной инициативе, которая сдвинет с мертвой точки Палестина-израильский диалог. Евгений Сова, Владимир Плоткий, RTVI, Израиль.